Илья Владимирович, я приветствую вас в эфире областного телеканала АСТВ. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас первый день общероссийского голосования за поправки в Конституцию. Я предлагаю сейчас обсудить эту тему. Расскажите, пожалуйста, какая подготовительная работа велась перед, собственно, началом всего этого процесса? Ну вот отличием общероссийского голосования от любой избирательной кампании были его короткие сроки. Это месяц, в отличие от любой кампании, которая длится порядка трех месяцев. Но в связи с тем, что у нас был перенос даты голосования, соответственно, комиссиям удалось хорошо и качественно подготовиться к работе, которую мы сейчас проводим. Действительно, сегодня первый день, когда избиратели могут пойти на участки. И для этого мы сделали следующее. Нами отпечатаны бюллетени, которые уже находятся на всех избирательных участках. Бюллетени отпечатаны 1 миллион 861 тысяча 205 штук ровно по количеству избирателей по состоянию на 1 января этого года. Они находятся на избирательных участках, они находятся под охраной полиции. В настоящий момент они уже выдаются членам комиссии для того, чтобы люди могли проголосовать. Бюллетени у нас надлежащим образом защищены. Они содержат печати, подписи двух членов комиссии и содержат сетку защитную для того, чтобы их невозможно было подделать. Кроме этого, в настоящий момент работают у нас 1894 участковые избирательные комиссии, которые на постоянной основе работают. И 29 нами созданы в местах временного пребывания. Это больницы, это СИЗО, это вокзалы, это аэропорт. И это у нас места, где работают по вахтовым методам предприятия. Илья Владимирович, раньше всех начали голосовать в отдаленных территориях. Расскажите, есть ли там какие-то особенности и сколько туда направлено было пюллетений? Голосование у нас в труднодоступных и отдаленных местах проводится точно так же, как и на любых выборах. У нас законом Иркутской области определены территории, которые называются труднодоступными и удаленными. И там голосование по порядку, по голосованию, по Конституции определено, что такое голосование может быть за 20 дней проведено. Не позднее, чем за 20 дней проведено. Соответственно, у нас таких территорий 42 избирательных участка и 26 отдельных групп. Избирательный участок в целом, это когда голосуют полностью все, кто там проживает. А отдельная группа, это какая-то группа, ну, допустим, там какая-то метеостанция, которая приписана к конкретному участку. Но голосует, естественно, в связи с тем, что сложно потом доставлять результаты, она там голосует досрочно. Таких групп у нас 26. Они уже практически все проголосовали. Последнее голосование у нас назначено на 29 июня. Ну вот, мы сегодня проехали по нескольким избирательным участкам в Иркутске. Увидели, что большое внимание уделяется безопасности жителей. И я думаю, что в период пандемии это очень, естественно, важно. Я сейчас думаю, что и телезрители видят, как мы с вами общаемся, что мы тоже соблюли все меры предосторожности. Ну вот, увидели, я еще раз говорю, на избирательных участках, что выдаются индивидуальные маски, перчатки. То есть, действительно, к этому подошли очень так внимательно. Да, мы соблюдаем, в этой компании мы соблюдаем и те традиционные меры безопасности, которые мы без всяких пандемий соблюдали. Это применение металлодетекторов на избирательных участках, это наличие сотрудников полиции, это охрана там, в том числе наличие МЧС, проверка администрации избирательных участков на их, на возможность там голосовать, на безопасность там голосования. Ну и плюс, в связи с пандемической ситуацией, вот новое обстоятельство, которое, на самом деле, от нас потребовало большой мобильности. Значит, правительством Иркутской области было закуплено большое количество СИЗов, сейчас это очень новое модное слово, да. И мы каждому участнику голосования выдаем, который приходит на участок, выдается маска, перчатки и индивидуальная ручка. Более того, есть средства для обработки, то есть жидкости все. Я никогда не думал, что в таких количествах это возможно. В избирательной системе закуплено было 62 тонны на всю область вот именно всяких антисептических вот этих средств. Обрабатываются на каждом участке сами ящики для голосования, кабинки для голосования у нас имеют особенность. У них нет шторки, чтобы ее никто руками не трогал, но все равно вся тайна голосования, естественно, будет соблюдена. Обрабатываться будут и кабинки, и ящики для голосования, и все поверхности. Значит, когда у нас участник голосования приходит на избирательный участок, он дистанционно предъявляет свой паспорт, чтобы было видно его данные, что это он и его место жительства. Соответственно, расписывается в списках избирателей, получает бюллетень, голосует и опускает в ящик. После этого, естественно, все предусмотрено для того, чтобы все эти СИЗы можно было выбросить на выходе с избирательного участка. Но мы считаем, что это меры достаточные. Они были утверждены центральной избирательной комиссией вместе с Роспотребнадзором совместно. Поэтому вот такие дополнительные условия. Это то, что касается участников голосования. А члены участковых комиссий будут дополнительно еще иметь халаты, которые, ну, в зависимости от температурного режима сейчас, может быть, сложно в жару сидеть в халате, но при голосовании на дому точно будут пользоваться этими халатами. Дополнительно, значит, есть защитный экран, который тоже опускается, защищает лицо. То есть человек сидит в маске, в экране. Ну, мы считаем, что эти меры вполне достаточны для того, чтобы никаких, значит, последствий для участников голосования не повлекло. А еще подскажите, вот сегодня на тех участках, где мы были, там нигде в Иркутске не было КАИБов. Они будут вообще на избирательных участках? Где, когда? В Иркутской области в наличии 142 КАИБа. Мы их применяли в разных территориях. В основном это Иркутск и город Ангарск. У нас есть два вида КАИБов. Это КАИБы 2010 года и КАИБы 2017 года. Сейчас они все будут применяться в Иркутске всего на 142 участках. Они будут применяться просто они при голосовании до основного дня голосования, то есть до 1 июля, они не применяются. Будут применяться только 1 июля. Безусловно, все будут и все вот те новости, которые, к чему традиционно уже привыкли, о которых мы постоянно рассказываем. В том числе техническая возможность считывания протокола об итогах голосования через QR-код, она тоже применяется. Все это, все, что на выборах, на ВЭЛы, которые применяются, они будут применяться и здесь. Илья Владимирович, еще такой вопрос. Какие особенности? Вот сейчас говорят, что можно и во дворах даже проголосовать, но многие люди не верят. Порядок предусматривает, что голосование может быть на придомовой территории. Точно так же. То есть, ну вот с информированием избирателей о том, что в такое-то время пройдет голосование, по такому-то адресу жители таких-то домов смогут проголосовать вот там. Завершая наш разговор, я не могу не спросить. Вы сами уже проголосовали? Я нет. Еще у меня есть определенные традиции голосования. Я их свято чту на самом деле. Я, естественно, пойду 1 числа в сам основной день. У меня есть определенные, еще раз говорю, традиции. Я очень рано приезжаю сюда на работу обычно, потом наблюдаю за тем, как мы определенный сбор ведем, о том, как открылись избирательные участки, как пришли наблюдатели, все ли приступили к работе, у всех ли все в порядке. Потом мы определенную явку снимаем в конкретные часы, там, ну вот, допустим, вот раз 10, 12, 15 будет у нас срез по явке определенный. Мы будем смотреть, как у нас являются люди на избирательные участки. И где-то во второй половине дня я обязательно поеду сам голосовать на свой избирательный участок. Прошу вас еще сказать по поводу режима работы избирательных участков, чтобы жители знали, кто еще не проголосовал. Значит, 1 июля голосование проводится с 8 утра до 20 вечера, так же, как и на всех выборах в последнее время. И такой же режим мы установили для избирательных участков во все эти дни. То есть голосование на избирательных участках с 25 по 30 число также проводится с 8 утра до 20 вечера. Исключение составляет только последний день, имеется в виду 30-е, от голосования до дня голосования. 30-го числа мы, голосование будет до 19-ти происходить, потому что один час нужен комиссиям для того, чтобы, значит, подвести определенные итоги до основного дня голосования по спискам работы. Субтитры создавал DimaTorzok